Акфы золотые Аллилуйя, Аллилуйя, Там Господь жизнь подарит. Аллилуйя, Аллилуйя, Смерть тебя, Иисус победит. Тот, кто был замучен за грехи людей, Выше всех и лучше в свете без теней. Он с Отцом на крови, Он на высоте, Больше Он не будет распят на кресте. Аллилуйя, Аллилуйя, Нам Господь жизнь подарит. Аллилуйя, Аллилуйя, Смерть тебя, Иисус победит. Избранный кадатор не забыл наш род, Чтоб мы жили свято, силу нам дает. Он свою в обитель верных позовет, Жить наших скупителей, Любит нас Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Знам Господь жизнь подарит. Аллилуйя, Аллилуйя, Смерть тебя, Иисус победит. Слава Господу за мир и благодать, Которую Он дал нам Церкви Своей. Читая Слово Божие, Когда рассуждаешь, размышляешь, Иногда, знаете, ну как сказать, Сидишь, думаешь обо всем этом, Даже пытаешься представить себя В какой-то мере, Ну вот как Слово Божие говорит. Такое есть местописание, Знаете, ну когда читаешь ведь Постоянно Новый Завет, И постоянно приходишь к этому местописанию, И все время видишь его, Может быть, как-то В разных аспектах, Ну по-разному немножко. И вот одно такое местописание, Оно записано в трех Евангелиях, Звучит оно где-то как-то, Может быть, чуть-чуть по-разному, Но суть одна и та же. И вот первое местописание, Это я прочитаю от Луки, 14 глава, 27 стиха. Можно даже чуть выше, С 26 стиха. Если кто приходит ко мне И не возненавидит отца своего, И матери, и жены, и детей, и братьев, И сестер, а при том, И самой жизни своей, Тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего И идет за мной, Не может быть моим учеником. Когда читаешь, думаешь, Не может быть моим учеником. Но я думаю, что Слово ученик сейчас знают все, Потому что все фактически были В свое время учениками в школе. В то время быть учеником Не каждый мог вообще. Потому что в те времена, Сейчас государство сделало Образование бесплатным. В те времена для того, Чтобы быть учеником какого-то учителя, Необходимо было что-то ему платить, Этому учителю, Для того, чтобы он взял. И еще не каждый учитель Согласится тебя взять, Посмотрит на тебя, И может скажет, Ты мне не нужен, Или не подходишь. И вот представьте, То есть не каждый еще мог быть учеником. Здесь Иисус обращается к народу. И он говорит о том, Что они не могут быть его учениками. Может быть, вы знаете, Кто как думал про это, Непонятно. Но еще один такой факт. Кто не несет креста своего И идет за мной. Ведь нам сейчас понятно, О чем Иисус говорил. То есть мы знаем, Что Иисус умер крестной смертью. Но ведь это говорил он еще тогда, Когда он был живой. Когда даже и намека Он не делал на то, Что он умрет крестной смертью. Ученики ведь, Даже когда он намекал на то, Что он будет предан и распят, Ученики не понимали этого. А тут он людям говорит, Кто не несет креста своего И идет за мной. Может быть, Они вообще не понимали, О чем речь. Хотя в те времена Вот крестная смерть, Я думаю, они видели. Потому что в те времена Она, Это была казнь, Распространенная по всей Римской империи. И наверняка Реальность, Она иногда представала перед ими глазами. Ну, как говорит история о том, Что человек, идущий на смерть, На крестную смерть, Он нес перекладину. Не целый крест, А именно нес на своих плечах На себе перекладину На то место, Где он будет распят. И когда он это делал, То есть все люди видели, Что это идет смертник. Это идет смертник. И, знаете, Я иногда вот так вот, ну, Читая эти слова, думаю, Однажды представил, ну, Отвергнись себя, И возьми свой крест. Представил себя в диалоге со Христом. И вот он обращается ко мне И говорит, Влад, Отвергнись себя, Возьми крест свой. Вы знаете, Я представил себя, Несущим вот этот крест. Знаете, наверное, Мой разум так это слабо, Наверное, вообще мог представить, Что это такое. Пытался, думал, Да, Господи, Тяжело мне это понять. Потому что, Когда ты не переживаешь, Вот тех слов, Которых, ну, В которых звучит это обращение, Тогда, может быть, Не до конца, И понимаешь все это. Но, вы знаете, Понимаю, Что это, как бы, Очень серьезное. Серьезное такое обращение, Когда Иисус говорит о том, Что, Возьми этот крест И иди за мной. Ведь, наверняка, Вот, когда люди услышали, Вот о том, Что возьми свой крест И иди за мной. Я не думаю, Что, может быть, Многие ученики, Как бы, Кто еще хотел быть Его учеником, Они, так сказать, Воспламенились Этой жаждой, Этим желанием. Они же понимали, О ком он говорил вообще. Он говорил о смертниках. И они, Может быть, Не все понимали, Что стань эдаким, Эдаким своего рода Человеком, Который приговорен. Приговорен за то, Что ты мой ученик. За то, что ты мой последователь. Знаете, Когда Иисус говорит, Ну, подобное место, Оно записано в Евангелии От Луки, Девятая глава, 23-24. Ко всем же сказал, Если кто хочет идти за мной, Отвергни себя, Возьми крест свой ежедневно, И следуй за мной. Здесь мы подчеркиваем Еще одну такую деталь, Что возьми его ежедневно, Возьми крест свой. Сейчас мы с вами, Как бы, можем рассуждать, Размышлять о том, Ну, что значит взять крест. То есть, взять те трудности. Взять вообще, как бы, Все то, что будет встречаться В жизни христианина. Потому что христианин И, как сказать, Неверующий человек, Это люди двух миров. Двух, причем разных миров. Потому что там, Где нет Христа, Там в определенной степени Царит некое беззаконие. Человек сам себе хозяин, Сам себе господин. Делаю, что хочу. Делаю, как могу. То есть, и пошли все, Как люди посылают. Понимаете? То есть, вот, Вот таков мир, как бы. Здесь у христианина Все по-другому. Здесь ты ученик Иисуса Христа. Здесь ты будешь жить так, Как учит тебя этому. Твой учитель. И если, вы знаете, Вот как вот школьники. Я смотрю по своим школьникам, И понимаю, кто из них ходит в школу Для того, чтобы чему-то учиться. А кто из них ходит в школу, Ну, потому что просто надо ходить в школу. И сами знаете, Кто, Родители, ну, не то, что это в радость, А родители понимают, Когда человек учится, У него оценки нормальные. А когда у ребенка проблемы в школе, С учебой, Со знаниями, То ты понимаешь, Что этот ребенок, он, ну, Не учебой занимается в школе. Он в школе, да. Но он не учебой занят. Примерно так же можно быть и в церкви. Можно быть в церкви, Но не быть учеником Иисуса Христа. Или же можно быть в церкви, И быть действительно учеником Иисуса Христа, Который учится от него. И причем учится ежедневно. Может быть какие-то мелочи, Может быть какая-то ситуация, Она как раз ставит нас перед выбором. Тоже в жизни бывают всякие разные ситуации, Когда нужно поступить так или иначе. Наш мир, Наша жизнь, Она ведь все равно связана с этим миром. И в общении с людьми неверующими Ты все равно всегда стоишь, Даже бывает в неожиданный момент перед выбором, Как ты поступишь. Либо как поступают люди этого мира, Либо как поступает ученик Иисуса Христа. Если ты возлюбил правду, То ты должен жить по правде. А не так, чтобы, Пытаясь перед глазами других людей Слукавить и уйти от этой правды, Вы знаете как сказать, Проявить определенную мудрость мира этого, Для того чтобы увернуться от прямого, Так сказать, Или прямо или косвенно От определенного действия. Но вы знаете, Вот здесь вот как раз Иисус говорит о том, Что, а ты отвергни себя. Вот невозможно быть хорошим учеником, Не отвергнув себя. И другой перевод говорит о том, Что ты забудь про себя. То, что твоя жизнь, Она теперь не будет твоей. Она будет моя жизнь. Ну это я думаю все прекрасно понимают. И Иисус говорит о том, Что, иди за мной. И ты будешь полностью в моей школе. Ты будешь полностью моим учеником. И ты будешь полностью под моей властью. Вы знаете, тот, кто вот так себя доверяет, То действительно и учится, Назидается и исправляется. Потому что Иисус, Ведь он, видя там, где нам что-то не достает, Он готов помогать нам, Чтобы исправиться. Он не пытается нас нагрузить Определенными трудностями Для того, чтобы потом посмотреть, А как мы будем себя вести. Мы читаем еще в Ветхом Завете, Еще Моисей говорил о том, Что Бог, он как отец учит своих детей. И он пытается увидеть, Что в твоем сердце. И он тебя и наказывает, Он тебя и милует, Он тебя благословляет. И мы знаем то, Что Бог ведь всегда говорил о том, Что я не только буду как, Как сказать, тиран для тебя. Я буду твое благословение. Я буду твоей радостью. Я буду твоей жизнью. И, вы знаете, Когда встречаешь иногда людей, Для которых наука – это жизнь. Не все люди живут такой жизнью, Для которых наука – это жизнь. Вот для них, как сказать, Вот если они не в науке, Если они занимаются Какой-то такой рутиной, Для них это тягость. Для них это не их мир. А если он занимается Своей научной деятельностью, Вы знаете, Вот это их мир. Вот это их область. Это полет их фантазий. То есть они настолько вот В этом мире, Как сказать, Плодотворны, Что вот это приносит, Как сказать, И отдых для их жизни, И труд для их жизни, И покой, И радость, И все трудности и сложности. Знаете? И вот то же самое, Когда ученик Иисуса Христа, Вот он действительно Полностью в этом мире, В христианской жизни, Когда он полностью Посвящен этой жизни. Для него это и труд, Для него это и радость, Для него это и покой, Для него это и борьба. То есть все в этом находится. Но если же ученик, Будем так говорить, Разгильдяй, То непременно при трудностях У него станет вопрос с ребром. Грешить, не грешить, Как вообще быть? То есть вы знаете, Когда человек в таких вот трудностях, У него и мудрости нету. Потому что порой, Очень часто мудрость, Она приходит, Если ты просишь ее у Господа, Он дает ее просто, Без упреков, Чтоб ты мог правильно поступить. Но человек, Который действительно В таком вот небрежении К учебе, То он не знает, Как поступить. Он запутается, Он обязательно сделает такого, Что в общем-то, В конечном итоге может Либо привести к падению, Либо вообще увести его из церкви. Даже иногда, Когда люди падают, Это еще не значит, Что все, Ты как бы не ученик Иисуса Христа. Если ты не оставляешь Бога, Если ты не оставляешь Христа, Если ты все равно в общении с Богом, То все равно Бог прострег тебе руку. А если ты упав, Поднявшись, Уходишь в сторону от Бога. И здесь уже мы понимаем, Что человек сам делает такой определенный выбор. И конечно же жаль. Но ты понимаешь одно, Что вот это постоянство пребывания в этой учебе, Постоянство пребывания в отношениях со своим учителем. Только от этого полностью зависит христианская жизнь. Знаете, удивительные такие слова, Когда Иисус, обращаясь к Петру, Помните, который предал его. Он после обращается, Три раза обратился и спрашивает, «Петр, любишь ли ты меня?» Петр на третий раз, Я думаю, что, ну мне так кажется, Он опустил голову и говорит, «Иисус, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Вот. И знаете, Вот я думаю, что иногда не случайно, Почему вот Иисус говорит, Ну спросил три раза, Для убедительности, Для твердости. Иногда своих детей, Для того, чтобы вот понять, Убеждены ли они в своем ответе, Я, знаете, Я спрошу, Спрашиваю, это так? Они говорят, ну не знаю, А это так? Да, это так. А почему это так? Знаете, То есть смотришь на их реакцию, Ты убежден? Если ты скажешь, Ну нет, наверное, это не так. Хотя они говорят правильно, Ответ делают правильный. Но если он не убежден, Он все равно пойдет дальше. Если ты убежден, Ты докажи, почему ты убежден. Ты объясни, Почему ты делаешь именно этот вот ответ. Знаете, Я все время, Даже если он говорит правильно, Я все время пытаюсь его как бы, Ну немножко, Не то что сбить, А как сказать, Пошатнуть. Верно ли ты? Точно ли так? Проверь еще раз. То есть, И вы знаете, То же самое может быть, Порой делает Бог. А ты тверд в своих словах. Ты точно убежден, Что это так. Ты рад за мной идти? Ты хочешь за мной идти? Тебе нужно это, понимаете? То есть, вот все время. И когда ты говоришь, Да, Господи. Он говорит, пойдем. И тогда действительно, Вот когда, Если бывают какие-то трудности, Когда Бог начинает помогать, То в этот момент приходит мир в сердце. То в этот момент приходит покой в сердце. То в этот момент приходит благословение. Написано, что в пустыне Он открывает источники. Вот действительно, Когда ты идешь за Ним, Несмотря ни на что, Вот в этот момент тогда Бог начинает отвечать. И тогда Бог начинает тебя благословлять. И ты, Когда тебе это важно и необходимо, Ты своевременно получаешь Это благословение. Эту благодать. Эту подмогу. Эту помощь. И вот это еще больше и больше начинает Утверждать в том, Что ты действительно на верном пути. В том, что твой учитель, Действительно, Учитель истины, правды. И тот, который всегда заботится о тебе, Никогда не оставляет тебя. Но вы знаете, Вот когда читаешь эти места, Вот еще такое место, Это написано, Матфея 10.38, Те же самые слова кажутся. Здесь кто, С 37 стиха. Кто любит отца или мать более нежели меня, Не достойен меня. Кто любит сына или дочь более нежели меня, Не достоин меня. Кто не берет креста своего И следует за мной, Не достоин меня. Скажите, вот это вот, Как сказать, не достойн, не достоин, не достоин. Когда ты начинаешь анализировать, а когда ты достойна этого, тогда, вы знаете, иногда чисто по-человечески начинаешь ужасаться. Почему я должен сделать так? Почему именно только такой путь сделает меня достойным тебя? И вот здесь ты начинаешь понимать и осознавать глубину и ценность этого достоинства и глубину. То есть на что ты должен пойти ради того, чтобы быть с учителем твоим, для того, чтобы быть с Богом? На что ты должен порой пойти? Знаете, дай Бог, чтобы в жизни никому не пришлось из нас выбирать действительно между детьми, между родителями или Богом. Дай Бог, чтобы все это, так сказать, прошло, может быть, в какой-то степени мимо нас. Но здесь даже и на это Иисус обращает внимание, что даже если кто-то находится в такой ситуации, и он говорит ему, что нужно делать, и вот дай Бог каждому из нас, чтобы мы остались верными Богу, дай Бог силы, потому что то, что необходимо сделать, необходимо сделать этот шаг, кто нужна, это внутренняя сила для того, чтобы быть твердым, верным, и для того, чтобы действительно не отречься от своего учителя. Написано, вот вы знаете, дальше Иисус рассуждает, размышляет, Он говорит о том, а вот что толку, что человек душу свою сбережет? Он говорит о том, что вот ты будешь мир приобретать, ты все будешь делать, ты будешь уходить от Меня. Говорит, и что толку? Ты душу свою потеряешь. А Он говорит, а тот, кто душу свою ради Меня потеряет, вот только тот сбережет ее. Может быть, до конца, вот живя на этой земле, нам непонятно, не совсем понятно, ну вот почему мы, как сказать, что мы сбережем? Как вот мы это сбережем? Что будет? Вы знаете, может быть, человек, когда на одре смерти, вот только тот, когда стоит уже у черты, может быть, вы знаете, какая-то черта видна ему, может быть, только тот человек и начинает понимать, может быть, начинает понимать и оценивать, действительно, вот черта, вот я христианин всю жизнь. И действительно, если мир в его сердце, или же наоборот, тревога, тревога за то, что его ждет за этой чертой, или наоборот, он может быть думает, скорее бы мне вот до этой черты дотянуться, и я буду дома. Вы знаете, может быть это так в жизни происходит у человека, но действительно, когда Иисус говорит о том, что ты сбережешь душу свою, может быть вот живя вот сейчас вот каждодневно в суете, вот еще мы до конца не осознаем, что значит, ну, мы сбережем свою душу, но придет время, и однажды мы все, я думаю, осознаем и поймем, сберегли мы эту душу или нет, сберегли мы ее для жизни вечной, для встречи с Богом или нет. И, конечно же, не хочется, чтобы кто-то понял, знаете, в последний миг о том, что душа его, она не сбережена для Царствия Небесного, и тогда уже, может быть, будет поздно и не будет шанса для исправления, но дай Бог, чтобы все-таки даже в последний миг был у каждого из нас шанс, шанс, чтобы сберечь душу для Царствия Божия. Помните, как подобно разбойник на кресте, вы знаете, когда тоже так вот рассуждаешь, когда Иисус говорит о том, что ныне же будешь со мной в раю, вот иногда можно думать, почему он не спросил, а любишь ли ты меня больше, нежели там другие или еще чего-то, или там Иисус не извинялся о том, знаешь, как сказать, вот сейчас ты сойдешь со креста, поживешь еще счастливо, а потом еще и в раю со мной будешь. Не дал ему такого счастья Иисус, но он сказал ему, что ты ныне будешь со мной в раю. Действительно, когда рассуждаешь вот об этом миге, об этом моменте, думаешь, с одной стороны думаешь, какой счастливый этот человек, что он ныне же будет со Христом в раю, а потом посмотришь на все обстоятельства, где ему были сказаны эти слова и думаешь, я такого не хочу. Вот так вот, вися на кресте, ты умираешь, и действительно, это счастливый момент, что с этим разбойником был распят Христос. Если бы Христа не было, был бы другой человек, то душа бы этого человека, вы сами понимаете, что она не была бы ныне в раю, была бы в другом месте. Но действительно, тот человек был счастлив, услышав такие слова и счастлив тем, что с ним в дальнейшем произошло. Мне хочется перед нашей молитвой, знаете, может быть, чтобы каждый вот так вот действительно смог спросить у себя, а являюсь ли я учеником Иисуса Христа? Действительно, я ученик Иисуса или не ученик? Или только приходящий в школу? Приходящий, а дальше уже, как сказать, школа большая, места много найти можно, что в школе делать, но лишь бы не учиться. То есть, вот то же самое, я ученик Иисуса Христа, учусь ли я каждый день? Учусь ли я усердно? Усердный ли я? Прилежный ли я ученик? Стараюсь ли я быть исполнителем домашнего задания? Стараюсь ли я быть действительно вот этим стремящимся, даже если где-то я, ну, поступил неправильно? Пытаться исправиться, подойти к учителю и спросить, учитель, объясни, как здесь поступить? Вот действительно, таков ли я ученик или нет? Потому что, на самом деле, в одном месте, вот он говорит, что, а ты подумай, а ты вообще сможешь идти за мной или нет? Вот он приводит две притчи, как бы, Христос, именно намекая на то, что вот прежде, чем пойти за мной, ты хорошо подумай, сможешь ли ты пойти за мной или нет? Нет. Если ты поймешь, что ты не сможешь, то лучше и не ходи. Вот. А если пошел, то уже иди и доверься мне. И вот мне хочется, чтобы мы действительно вот так вот не боялись подходить к учителю, не боялись, как наши иногда дети, я вас спрашиваю, ты к учительнице подходил? Нет. Тяжело тогда дальше, если ты к учительнице не подходишь. То же самое, чтобы мы не боялись всегда приходить к нашему учителю, который заботится о нас, чтобы научить нас, наставить, помочь нам в нашей жизни и чтобы благословить нас для того, чтобы наша душа была спасена. Ну а нам, дай Бог, чтобы мы действительно оказались верными в каждый момент, в радости, в трудности, везде, во всех, как сказать, обстоятельствах, на всяком месте. Да благословит каждого из нас Господь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Все заботы земные отошли далеко и в минуты ночные мне бывает легко. Знаю я, Ты ответишь на вопросы души Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи Знаю я, Ты ответишь на вопросы души Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи Мучаешь, сущий на небесах, да светится имя Твое Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хреб наш насущный, подобай нам на каждый день И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого Ибо Твое есть Царство и силы и слава во веки. Аминь Споем гимн номер 1528 1528 Хочу идти, так же вечер будет жизнь моя чиста, я готов Слугой быть Христа, по лесу, я весь Христа, по земле, по земле, по все места, пусть И прости мне мой, аминь скажет Господу, что я следом за Христом иду Много душ дарит во грехах во тьме, много слез горячих пролит на месте Где болезни учат страждущих душу, там, Господь, хочу я быть с Тобой По лесу, по лесу, я весь Христа, я весь Христа, по земле, по земле, по все места, пусть И прости мне мой, аминь скажет Господу, что я следом за Христом иду Где в домах печально и тревожно жить, где детей молиться некому учить И где злое пьянство, темнота, ума, благодетство, раскачу я там По лесу, по лесу, я весь Христа, по земле, по все места, пусть И прости мне мой, аминь скажет Господу, что я следом за Христом иду По лесу, по лесу, я весь Христа, я весь Христа, по земле, по все места, пусть И прости мне мой, аминь скажет Господу, что я следом за Христом иду Журавли Журавли Далеко, далеко журавли улетели В небеса, где поля, где порою бушуют метели А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мочи И присели они на поляне в лесу среди ночи А наутро снились Все на юг улетели далеко Лишь остался один на поляне бродить одиноко Он кричал им во след Помогите, пожалуйста, братцы Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться И спустились они, помогая усталому братцу Хоть и знали о том, что до цели непросто добраться В небеса поднялась журавлей белокрылая стая Они, братца с собой, уносили на юг улетая Так и в жизни порой, отбившись от стаи крылатой Хоть и знаешь о том, что законы о дружбе все святы А судьба над тобой начинает шутить и смеяться И друзья обойдут, и никто не поможет подняться Посмотрите, друзья, сколько в мире из раненых братьев Позабытых в лесах оказались в греховных объятиях Помогите же им, поднимите и путь укажите К Иисусу Христу вы молитву за них вознесите Аминь Сестра Света, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Я думаю, что он потом после 50 евро даже вспоминать не будет. Взять случай, он потерял через время дом. Скажите, есть разница между домом и машиной? Я думаю, что о машине он тоже не вспомнит. Я посмотрел, что у Ива случилось примерно то же самое. И в жизни, в нашей, в любой, сатана пытается сделать человеку, начиная все с мелочи. То есть он не сразу, человек может упасть, оставить Бога, уйти. Это всегда была какая-то мелочь, какое-то недоразумение. Бывает даже семьи, я знаю, я работаю с людьми. И много слышал и знаю, что даже человек делает ремонт. И они с женой ссорятся из-за какой-то глупости. То есть муж с женой. Тому краска не понравилась, цвет. Тому плитка. То есть вот такая вот мелочь. И даже бывало такого, что люди собирались разводиться. То есть вот какая-то мелочь. Я говорю, слушайте, ну вы две недели посмотрите, и вам это все надоест. Ну просто ни о чем. Причем у его было то же самое. Вот сатана хотел испытать с мелочи. Было каких-то, я не помню сколько там, пятьсот пар валов вроде бы. потом овцы, потом верблюды, потом дети. И я думаю, что каждый нормальный родитель, он поймет, что никакое там животное с детьми даже сравнивать и не стоит. И мы видим, что Ио раздрал одежду после того, как он услышал о детей своих, что они погибли. И Ио написано, после этого даже ничего плохого не сказал в адрес Бога. В нашей жизни всегда бывают вот такие мелочи, где мы должны, как Ио, всегда смотреть на Бога. У меня был такой один случай в жизни, я его никогда не забуду. Я служил, кто знает, что такое альтернативная служба. Когда человек не хочет идти в армию служить, ему дают работу в его городе, и он работает. Я до этого работал всегда с отцом, ну, с верующими людьми. Когда я первый раз пришел на это место, это была, ну, комната квадратов 15. Там было 9 взрослых мужчин, все они курили, курили напрочь. Что временами даже не было видно люстры. То есть это настолько было. Потом каждый день они пили, каждый день матерились, каждый день играли в домино так, что за 500 метров можно слышать было, как они об стол бьют это домино. Я первым что-то сказал, господи, куда я попал. Но прошел день, второй, я смотрю, что они каждый день собирались пить. И собирали, ну, с каждого по чуть-чуть денег, чтобы сбегать в магазин, купить бутылку. Я понял, я сразу перестал деньги брать на работу, потому что я знал, что это будут просить. Я думал, что все закончилось нормально, но до первой зарплаты. Помните, брат Боря рассказал, слушай, случай о женщине, которая дала рубль. У меня было то же самое. Но я тогда не был еще членом церкви, но я прекрасно понимал, что хорошее там ничем не закончится. Я жил в семье, где, ну, я видел, что такое пьянство. И первая моя зарплата была. Подошел ко мне главный из этих девяти и сказал, Сергей, у нас такая традиция. То есть твоя зарплата, значит, ты должен нам ставить бутылку. Я говорю, ну, вы знаете, что я верующий, я этого делать даже не собираюсь. Нет, ты можешь не пить, но нам поставь. То есть у нас такая традиция, ты как хочешь. Я как-то пытался шутками это все. Один день, второй, третий. Я понял, что этим не закончится. Я говорю, хорошо, я вам куплю. Можно, я говорю, вам сам куплю крепкий напиток? Они говорят, хорошо, покупай. Я на следующий день пошел в магазин, купил. На следующий день поставил им 100 грамм кофе. Они удивились, говорят, а что это такое? Я говорю, как, вы же попросили горький напиток. Я вам купил. Чем больше вы сыпите, тем он горьче. То есть крепкий напиток. Они говорят, нет, нам нужна бутылка. Я говорю, нет. Я вам обещал крепкий напиток. Вот вам крепкий напиток. Я говорю, а от бутылки вы даже меня не просите. И так они закончились. У меня, когда даже был второй раз, я получил зарплату. Я говорю, вам кофе покупать? Они говорят, нет, не надо. И вот так они от меня отстали. Но с Ивом было, конечно, не то. Это муж, где сам Господь сказал, что он муж веры. И помните такой момент, случай у Иисуса, когда Иисус принял водное крещение, и Духом был введен в пустыню для искушения от дьявола. И там интересно, вот я тоже поразился моментом, когда Сатана первый раз подошел к Иисусу и спросил, сказал, сделай, ты ведь голоден, сделай, ты же можешь сделать хлеб. Ну, конечно, Иисус мог бы сделать, но по самом деле это не нужно было Иисусу. Потом он берет, что интересно, написано, что Сатана берет Иисуса и ставит его наверх кровью дома. И говорит, сбросься. Иисус говорит, что, ну, тоже как бы Иисус отказался. И тогда третий момент, третий, это последний, сказал Сатана Иисусу, поклонись мне. То есть вот, что нужно было Сатане. Ему не нужен был хлеб, ему не нужно было, чтобы он скидывался, совсем не нужно было. Ему нужно было третье. То есть ему нужно было поклонение, чтобы Иисус поклонился Сатане. Но я даже не хочу домыслами говорить, а если бы как, если бы Иисус поклонился, я думаю, что и верю, что Иисус бы никогда этого не сделал бы. Потому что он Бог, и все его, и все он создал. И второе место, которое я хочу прочитать, это вторая глава, также Иова. Это уже беседа Иисуса, ой, простите, Иова и женой. Это вторая глава. И сказала ему жена, 9 стихи 10. И сказала ему жена его, ты еще тверд и в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели добрые мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Что интересно вот в этих двух стихах, что на самом деле ведь жена Иова перенесла то же самое, что и Иов. Она также потеряла все имущество, она также потеряла детей. То есть разница с Иовом и с ней ничего не было. Мы как бы, я не слышал, чтобы кто-то говорил именно о жене как, а тоже о потерпевшей. То есть всегда говорят, что она как человек, который все время упрекнула, а в одном моменте, конечно, она упрекнула Иова, что он похули Бога и умри. Ведь на самом деле мы не знаем, в каком был положении Иов. Я дальше немножко прочитаю, и мы увидим, что Иову не было так сладко. И жена, она видя вот это, в каком положении был Иов, в каких трудностях он был, она видела это, желала ему, может быть, может даже как бы похули Бога и умри, не мучайся. Но Иов был не того духа. И читая дальше, это 11 стих, тоже, это же глава 11 стих и ниже. Там видно о том, что пришли к нему друзья его. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пришли каждый из своего места». Я здесь пропущу именно. «И подняли глаза свои издали, они увидели его». Посмотрите, написано, что они увидели его издалека, в каком он был положении. «И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодал каждый верхнюю одежду свою, и бросили пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Вы видели, что друзья Иова, которые пришли к нему, они издалека увидели его, в каком он был положении. «И представляете себе, что…» «И не узнали, не узнали». «Неважно, узнали, не узнали». Я о том, что они, видя Иова… Давайте еще раз прочитаем. «И поднял глаза свои, они не узнали его, да, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою». То есть они тоже увидели, что Иова на самом деле был в таком положении, что… Вот представьте, каждый… Ну, у меня тоже умирала бабушка, дедушка, и люди… Ну, каждый кто-то, все равно где-то кто-то умирал или был в положении тяжелом. И человек пришел к нему, чтобы ободрить, поддержать. Я не думаю, что как кто-то сидел там семь дней, смотрел и потом начинал говорить и успокаивать, или ободрить, или человека. Буквально сразу человек говорит, там, если кто-то умирает, да, я тебе сожалею, потому что, ну, это утрата. А здесь они сидели семь дней. Семь дней, и не говорил никто даже слова. Но в этих семь дней я увидел коварство. А коварство в чем было? Что если читать всю книгу Иова дальше, мы видим, что они хоть, может, и не говорили ему ни слова, видя его трудности. Но в себе они имели, порой есть, конечно, есть такие верующие люди, которые думают, что если с человеком что-то случается, то это либо его Бог наказал, либо он согрешил где-то. Ну, то есть, вот такие вот моменты. То есть, они вот этих семь дней, я думаю, это мое мнение, извините, если это я не прав, что они в этих семь дней, они между, ну, в себе, я думаю, рассуждали, что где-то Иова согрешил. И потом мы читаем, что каждый из них упрекал Иова. Он говорил, что ты где-то согрешил, где-то ты упал, ты не такой праведный, как на самом деле ты о себе говоришь. И мы видим, что Иова трудности не закончились, потерей детей, потерей животных, потерей о том, что ему жена сказала. Я думаю, что каждый, кто верил в Бога, приходил к Богу. У меня когда родители покаялись, мне было 13 лет, и почти все родственники не перестали общаться, потому что они думали, что, ну, мы поступили неправильно и перестали общаться вообще с нами. Ну, потом прошел год, два, три, они увидели, что на самом деле, что так, как они живут и как мы живем, это большая разница. Они потом сознавались, конечно, они не покаялись, никто. К сожалению. Но я хочу сказать о том, что самый тяжелый, я думаю, для человека, когда его не понимают родственники. То есть, когда человек покаялся, кто-то в семье один, не покаялся второй, и начинается вот это вот, вот это, мне кажется, самое тяжелое в жизни вот этого человека, когда его не могут поддержать ни родственники, ни друзья, ни близкие. Вот Иова было то же самое. Ему было тяжело, но его даже и друзья не поддержали. И мое, конечно, желание, и желание моего сердца, чтобы мы в своей жизни, как сказал Ио, я хочу это место прочитать, это Ио, 19 глава. Он говорит такие слова с 25 стиха. Ио, конечно, до конца остался верен Богу. И я хочу, и желание моего сердца, чтобы в нашей жизни, даже если бывают такие моменты, когда нас не понимают ни родственники, ни друзья, чтобы мы знали, в кого мы верим, кому мы служим. И пусть нас Бог благословит, и пусть нам Бог поможет в этой жизни остаться Ему верным до конца. Ему за все слава. Аминь. Аминь. Благодарю Тебя, Создатель мой, Чтоб жизнь ты спас мою, Благодарю. Я за тобой пойду, Спаситель мой, И буду доброю, Благодарю. Я за тобой пойду, Спаситель мой, И буду доброю, Благодарю. И за любовь Твою, Что дам Ты мне, Я посвящать пойду, Любовь Твою. Безмерно велика любовь Твоя, Она весь не спасла, Любовь Креста. Безмерно велика любовь Твоя, Она весь не спасла, Любовь Креста. За свет и за покой, Благодарю. За мир и за любовь, Благодарю. Благодарю за то, что счастлив я, хвалу пою, Тебя создать зимой блага дарю. За то, что счастлив я, хвалу пою, Тебя создать зимой блага дарю. Маленький Христос Какую, какую слушал, Думаю, он добрым был, И в собрание ходил, Дружелюбным быть старался, И, конечно, он не дрался, Младшим братьям помогал, Иногда он уставал, Но капризным злобным не был, Он всегда смотрел на небо, Он всегда молился Богу, Только в нем искал он помощь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чудесный совет нам пропели братья положить наше бремя у ног Иисуса Христа Если бы это было бы возможно, чтобы взять действительно какой-то чемодан, туда все положить и отдать Господу, сказать, Господь, неси Как иногда хочется Господу помочь, как иногда хочется Господу подсказать Господь, а мне кажется, так было бы лучше или так было бы спокойнее Поэтому помоги нам, Господь, доверять нашему Богу, чтобы действительно наше бремя всегда приносить к нашему Господу И верить в эти слова, что за все дело, которое берется Господь, когда человек отдает ему, Господь всегда все делает качественно И впоследствии никогда у человека не будет ни больно и ни плохо Мы прочитаем, друзья, интересное место, 2-е послание Коринфянам, 6-я глава, 16-й стих 2-е Коринфянам, 6-16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом Чудесное место, которое напоминает нам о том, что вы храм Бога Живого Это можно, друзья, представить, вы знаете, это можно понять этот смысл этих слов Можно понять этот смысл слов, что если мы храм Бога То есть тело мое, я теперь являюсь этим храмом, где живет Господь Что теперь для Господа решился один вопрос или одна проблема Где место покоя моего? То теперь я представляю свой храм, свое тело и говорю Господь, войди, это твое место, ты там будешь находиться И ты там будешь полноправным хозяином Поэтому, если действительно человек, он является этим храмом, живущего там Бога, друзья, то первая строчка этого стиха говорит Какая совместность, какая совместность храма Божия с идолами Это очень интересный вопрос, друзья, но мы, может быть, в другой раз порассуждаем Мне хочется сегодня коснуться этих слов Вселюсь в них и буду ходить в них И буду их Богом, и они будут моим народом То, что, как уже было сказано, мое тело, храм для Господа, это понятно Дух Святой вошел, мы теперь являемся этим принадлежностью для нашего Господа Это понятно Понятно, что в нашем храме живет Господь, друзья Понятно, что Он там находится И даже есть такая мысль, понимание, что Не только Он зашел туда И не только Он там просто нашел где-то такой уголок И Он находится там или сидит Мы прочитали эти слова Вселюсь в них и буду ходить в них Интересное место, которое просто-напросто заставляет человека задуматься Лично меня, друзья, оно заставляет задуматься Или даже, вернее, обратить на то внимание Насколько сегодня Бог, который селился в мой храм Он ходит в этом храме Насколько действительно этот Бог, Он находится или является этим хозяином этого храма Или все-таки может быть где-то, в какой-то комнате Я так говорю прообразно Или может быть где-то какую-то часть Своего тела Своих понятий, мыслей Может быть где-то я еще употребляю в своем направлении Я не могу представить такую картину Наверняка, друзья, и вы такую картину даже не представите Чтобы мой сосед или ваш сосед По дому или там, где ты живешь в квартире Пришел как-то в твой дом В твою квартиру и говорит Слушай, я хочу Чтобы ты Вот этот шкаф поставил сюда А вот эту вот мебель переставил Или сделал какую-то перестановку Вы знаете, очень трудно представить эту картину Чтобы мой сосед Пришел ко мне и командовал В моей квартире Если даже это, допустим Даже если это какой-то наглый будет человек Ну вы знаете, с такими людьми Есть управление Есть люди Которые в конце концов Есть закон Они его успокоят И скажут Дорогой друг У тебя есть твоя территория Вот и командуй там И делай, и расставляй все так Как тебе заблагорассудится Друзья, мы возвращаемся Вот к этому стиху Который мы сейчас прочитали Я вселюсь в них Понятно А вот теперь вопрос Я буду ходить в них Понятно, вы знаете Понятно это место Который апостол Павел говорит Для меня мир распят И я для мира также распят Понятно смотреть на этого человека И говорить о том Что да, действительно Это воистину был человек Который посвятил себя Который действительно, вы знаете Вкусил однажды Или познал эту глубину Божию Увидев на себе любовь Божию Он просто предопределил себя Он сказал Господь Что повелишь мне делать Господи Что мне теперь делать Ты сказал мне Что я иду против вражна Ты сказал мне Что мне очень тяжело идти Да, действительно Это так А теперь расскажи мне Что мне делать Господь начинает Говорить ему Что ему нужно делать Друзья Мы не те люди Которые сегодня Вы знаете Открыли свой рот И слушаем Ничего себе Сегодня Какое слово Божие говорит нам Мы сегодня Мы те люди Которые теоретически Как никто Подготовленные Теоретически Друзья Мы практически Можем отвечать На все вопросы Практически Мы Можем сдавать Спокойно Экзамены Теологически Но вот теперь Вопрос Касающийся Практической Жизни Человека Где Бог говорит Я буду Ходить В них Вы знаете Друзья Это не кукольный Театр Это не кукольный Театр Когда Есть Артисты Или как их Назвать Не знаю Которые Одевают на руки Различные Куклы И Веселят Детишек Там Вы знаете Гавкают Руками Хлопают Или там Еще что-то Делают То есть Мы имеем Это представление У нас Есть представление Там Веревочка Привязанные Руки Там Ножки Голова И вот Веревочкой Вы знаете Это Дяденька Тетенька Вот И руководят Этой Куклой Бог Не тот Я еще раз Хочу повторить Эти слова Это не Кукольный Театр Где Господь Человека Привязывает За руки За ноги И Начинает Им Управлять Как тебе Делать Мы сейчас Прочитали Друзья Да Действительно Я вселюсь В них И буду Ходить В них То есть Практически Вы знаете Бог Ходит Во мне И теперь И теперь В каком Это Образе Или Как Это Выглядит Что Господь Ходит Во мне Мы Сегодня Друзья Обратим На некоторые Очень важные Вещи Которые Нам Все То О чем Мы будем Слышать Мы Прекрасно Понимаем Просто Хочется Обновить Нас Это Чистый Смысл Чтобы Нам Может Быть Проверить Себя Чтобы Может Быть Нам Сегодня Ответить На Один Вопрос Господь Я Верю Я Знаю Не то Что Я Верю А Я Знаю Господь Что Я Являюсь Твоим Храмом Что Да Действительно Туда Вошел Дух Святой Туда Вошел Господь И Теоретически Я Прекрасно Понимаю Что Господь Должен Быть Там Этим Полноправным Хозяином Если Когда-то На моем Сердце Сидел Я Это Был Мой Трон Мои Мысли Мои Взгляды Мое Желание Я Так Сказал То Теперь Вы Знаете Друзья Если Туда Вошел Христос То Теперь Интересно Что Происходит В Том Сердце Что Происходит В Том Сердце И Вот Хочется Сегодня Посмотреть На Некоторые Детали Или На Некоторые Вещи Которые Сегодня Расскажут Нам Или Скажут А Действительно Ходит Ли Во Мне Господь Естественно Друзья Это Мы Ходим Это Наши Ноги Это Наши Руки Господь Все Сделал Нас Он Освободил Нас Если Когда-то Над Нами Была Какая-то Власть Сила Греха Власть Смерти Господь Освободил Господь Вошел И Теперь Он Ждет От Нас Ответного Хода Ответной Любви Сегодня Мы Воистину Друзья Даже Бесполезно Спрашивать Каждый Из нас Я уверен Со Слезами На Глазах Сказал Господь О Если Бы Не Ты Где Был Б Сегодня Я Поэтому Друзья Мое Хождение Перед Богом Мое Хождение Перед Богом Как Ходит Во Мне Господь То Есть Какая Моя Сегодня Жизнь Вот Именно Или Я Сегодня Я Управляю Этим Храмом Потому Что Мне Так Кажется Мне Так Лучше Будет И Удобнее Или Действительно Я Распят Для Этого Мира И Мир Для Меня Он Распят Я Не Думаю О том Что Это Был Человек Который Просто Был Вы Знаете Настолько Он Уже Был Простите За Это Слово Загипнотизированный Это Был Тот Же Самый Человек Но Понимая Всем Своим Естеством Он Поставил Или Переоценил Некоторые Ценности Тот Что У Него Было Те Познания Которые Были В Нем И Встретившись Однажды С Господом Он Понял Вроде Бо И Направление Было Правильное В Адрес Бога Но Путь Его Был Неправильный Но Подход Его Был Неправильный И Поэтому Ему Было Очень Тяжело И Трудно И Вот Места Священного Писания Они Направляют Нас Если Действительно В твоей Жизни Соответствует Слово Божие Если Действительно Друзья Сегодня Мы Находимся На той Ступени Или На том Пути Где Мы Исполняем Слово Божие Если Действительно Мы Понимаем Что Наша Сила Она Заключается В Исполнении Слова Божьего Потому Что Слово Божье Друзья Это Источник Это Источник Божьего Естества Это Источник Божьей Силы Это Источник Друзья Тот Который Показывает Нам Это Источник Который Удовлетворяет Нас Это Источник Который Помогает Нам Вести Святую Безгрешную Жизнь И в этом Присутствует Господь Господь Смотрит И Господу Очень приятно Смотреть Тогда Когда Человек Ищет Эту Силу Силу Хождения Перед Богом В Слове Божьем Когда Человек Он У него Цель В жизни Исполнить Исполнить Эту Правду Божию Человеку Очень приятно Друзья Когда Он В жизни Своей Сделал Какой-то Подвиг Человеку Очень приятно И даже Тогда Когда Говорят О нем Может Быть Из-за Своей Скромности Он И говорит Не стоит Об этом И Даже Говорить Но Вы знаете В любом Случае Человеку Приятно Что Он Сделал Это Вы Даже Не Представляете Друзья Как Приятно Богу Смотреть То Бог Ходит В Человеке Бог Ходит Человеке И Богу Очень Приятно Смотреть Когда Побеждается Зло Добром Практически Друзья Сегодня Это Несовместимое Сегодня Это Несовместимое То Что Мы Прочитали Первый Стих Какая Совместность Вот Храма Божия С Идолами Друзья Это Интереснейшая Тема Но Просто Я хочу Затронуть Этот стих И сказать Это Просто Невозможно Это Невозможно Это Нет Никакой Совместимости Храма Божьего И Поклонение Каким-то Идолам Не будем Торопиться И говорить О том Что У меня Образов Нету И я Никому Не Поклоняюсь Поклонение Друзья Магазины Машина Компьютер Лаптопы Телефоны Планшетники Сапоги Куртка Пальто И все То Что нам Нравится То Чего Мы Вы знаете Мы Иногда Можем Выйти Или За что-то Бороться Это Все Может Быть Нашим Идолом И Вот Поэтому Друзья Хождение Бога В нас Это Тогда Когда Побеждается Зло Добром Невозможно Друзья Победить Невозможно Победить Зло Злом Возможно Хотя Это И возможно Сделать Но Чтобы Победить Зло Злом Друзья Это Нужно Быть Еще Намного Злее Это Еще Нужно Иметь Такую Злость Чтобы Какое-то Зло Победить Злом Но Мы Видим Что Слово Божье Оно Направляет Нас К тому Когда Зло Оно Побеждается Добром И И Знаете Друзья По Человеческому Рассуждению Здесь Нет Никакой Совместности Это Практически Невозможно Это Могут Только Сделать Те Люди В Которых Действительно Находится Господь Действительно Вы Знаете Это Только Могут Сделать Эти Люди В Ком Ходит Господь И Человек Поступает Строго По Закону Божьему Вот Тогда Действительно Человек Он Силен Силен Потому Что Мы Сейчас Говорили Что Наша Сила Она В Изучении Не В Чтении Слова Божьего Друзья А Когда Мы Вникаем Слово Божье И Вот Там Источник Нашей Силы Господь Разговаривает С Нами Господь Благословляет Нас Этим Прекрасным Словом И К нам Приходит Сила Божья И Вот Тогда Человек Он Побеждает Вот В этом И Проявляется Хождение Бога В нас Когда Мы Друзья Побеждаем Зло Добром Потому Что Бог Это Сила Бог Это Благословение Бог Это Любовь И Ходил Енох Пред Богом И Библия Говорит И Не Стало Его Самое Интересное Направление Мы Неоднократно Уже Слышали Об этом Друзья Что Енох Ходил Перед Богом Мы Слышали Неоднократно О том Что У него Цель Была Перед Богом Ходить Не Перед Человеком Допускаю Такую Мысль Что И Соседи И Может Быть Родственники Может Быть Какие-то Близкие Друзья Мы Сейчас Слышали Об Этом Иове Об Этих Друзьях Об Этих Близких Людях Как Жена Которые Не Понимают Не Понимают И Не Не Могли Понять Но Здесь Мы Слышим Это Слово Где Енох Ходил Перед Богом И У него Очевидно Был План О том Как Угодить Господу Его Цель Была Чтобы Действительно В своей Жизни Вот Когда Я Хожу По Этой Земле Чтобы Действительно Во Всем Проявлялся Господь Чтобы Во Всех Словах Мыслях Поступках Делах В каких То Планах Намерениях Чтобы Именно Был Господь Чтобы Угодить Чтобы Имя Его Там Прославилось И Сохрани Господь Чтобы Там Где-то Был Я Как Приятно Друзья Когда Человек Ходящий Перед Богом Всю Славу Или То Благословение Которое Он Принимает От Господа Он Не Себе Присваивает Опыт Талант Как приятно Друзья Когда Человек Принял Это Божье Благословение Он Воздаёт Богу Славу Господь Это Не Я Это Ты Во Мне Господь Если Даже Что-то И Произошло Это Ты Потому Что Я Хожу Пред Тобою И Весь Мой Успех В Чем-то Господь Это Не Мой Успех Это Ты Меня Благословил В этом Как Приятно Друзья Тогда Когда Мы Слышим Голос Божий Как Мы Слышим Голос Божий Однажды Авраам Услышал Голос От Господа И Направление Бога Оно Было К Нему О том Чтобы Авраам Ходил Пред Богом В непорочности То есть Друзья Чтобы Авраам Был Непорочен Чтобы Авраам Сохранил Чтобы Авраам Ходил И Был В своих Путях Он Не Был Порочным Человеком Для Господа Нужны Эти Люди Для Господа Нужно Это Хождение Непорочное Не Тогда Когда Что-то Нужно От Бога Мы Сегодня Слышали Это Слово Я Благодарю Бога Я Славлю Его Когда Бог Со Мною У Меня Есть Причина Прославить Господа А Если Нету Этой Причины На Какой Стадии Тогда Нахожусь Я Или Получилось В Жизни Моей Не Так Как Я Планировал Или Не Так Как Я Думал Способен Я Тогда Прославить Господа Это Хождение Это Та Непорочность Это Действительно Господь Если Ты Благословил Меня Я Благодарю Тебя Но Если И Не Получилось Так Как Я Думал Я Доверяю О Том Что В Твоих Планах В Твоих Мыслях В Твоей Воле Есть Очевидно Что-то Другое Которое Более Важнее Для Меня И Нужно Для Меня Господь Это Непорочный Путь Это Не Тогда Когда Человек Он Выкручивается И Начинает Оправдывать Себя О Если Б Да Если Б Вы Знали Да Если Б Вы Видели В Каких Обстоятельствах Находился Я Да Если Б Вы Только Могли Понять Как Иногда Человек Он Пытается Себя Оправдать Братья И Сестры Как Только Хочется Мы Слышали Недавно Как Только Хочет Человек Он Простит Себя За Его Слабость И Просто За То Что Он Человек Сколько Святых Людей Которые Вы Знаете Друзья Любя Своих Родителей Любя Вот Эту Жизнь Которую Дал Господь Любя Своих Братьев Сестер Им Были Поставлены Эти Ультиматум Или Мы Или Ты Или Твой Бог И Люди Не Соглашались Ни С Каким Грехом Они Шли Ни На Какой Компромисс Но Если Я Если Я Не Сделаю Так Как Просят Меня Или Так Умоляют Меня Или Какие Это Обстоятельства То Будет И Можно Много Перечислять Святые Люди Они Умирали Но На Компромисс С Дьяволом Они Не Шли Они Просто Умирали Надеясь На Господа Это Был Друзья Путь Непорочный Это Обращение Бога К Авраму Чтобы Аврам В своем Пути Он Был Непорочен Господу Угоден Этот Путь Господь Пребывает Это Божий Путь Это Божье Хождение В Человеке Когда Человек Он Непорочен В Своих Путях Перед Господа Как Енох Он Ходил Перед Богом И Ему Было Может Быть Все Равно Не Может Быть А Я Уверен Его Не Интересовало Как О Нем Подумают Люди Как На Него Люди Будут Смотреть Что О Нем Люди Будут Говорить Это Даже Святого Человека Не Волновало Волнует Только Один Вопрос А Как На Меня Будет Смотреть Господь Даже Если Я Не Устрою Жизнь Свою Даже Если Какие Планы Мои Или Мои Плотские Такие Вот Ну Вы Знаете Есть Такие Хорошие Плотские Желания Устройства В жизни Блажен Эти люди Которые Сохранили Эту Непорочность В своих Путях Перед Богом Друзья Мы Предстанем Пред Богом И Вот Эта Вся Непорочность Она Будет Открыта Ведь Настанет Время Когда Он Будет Оправдывать Нас Перед Богом И Перед Ангелами Своими Этих Святых Людей Это Путь Христианина Перед Богом Это Хождение Бога Человека В Нас В Присутствии Служителей Иногда Вы Знаете Друзья Легко Легко Вести Себя Появляется Какой-то Страх В Присутствии Каких-то Руководителей Вы Знаете Люди Кажутся Воспитанными Но Что Происходит Тогда Когда Рядом Нет Того Перед Которым Кого Ты Боишься Чисто По-человечески Иногда Хочется Просто Задать Такой Один Вопрос Человек Перед Кем Ты Ходишь Когда Ты Находишься Какой-то Среде Твоё Поведение Оно Какое-то Достойное Но Когда Ты Находишься Где-то И Видишь Что Тебя Нету Тех Которые Может быть Знают Кто Ты Интересно Тогда Каким Это Человек Он Может Быть На Самом Деле Но Мы Сейчас Говорили Об Этом Что Человек Ходящий Перед Богом Или Бог Ходит В Человеке Где Бы Он Не Был Даже Если Он Один Даже Если Никаких Глаз Нету Даже Если Никто Никогда Не Узнает И Не Увидит Тебя В Твоих Этих Может Быть Похотях Или В Твоих Таких Любострасти Человек Он Никогда Не Пойдет На Компромисс Со Своей Плотью Со Своими Похотями Со Своими Желаниями Потому Что Он Четко Знает Что Он Ходит Перед Господа И Кто Бо Там Не Был Служитель Пришел Все Полная Тишина Я Сидел В Комнате В Комнате Я Сидел И Лично Своими Ушами Слышал Одного Брата Который Сказал Такие Слова Когда Я Заходил В помещении Где народ Божий Находился Этот народ Божий Он Вставал Передо Мною У У меня По сегодняшний День Вопрос Открытый Хотя Конечно Он Закрытый Если Народ Божий Видя Человека И Он Вставал Перед Ним Может Быть Это Такой Человек Завоевавший Авторитет Может Быть Но Хочется Задать Один Такой Вопрос Перед Кем Вы Встаете Перед Кем Вы Встаете Перед Кем Вы Ходите Или Может Быть Вы Живете В каком То Страхе Что Не Дай Бог Поэтому Друзья Помоги Нам Господь Помоги Нам Господь Ходить Перед Богом Или Бог Ходит В Нас Друзья Это Вы Знаете Понимать Одну Мысль Очень Важную Для Нас Что Господь Все Видит Это Бог Ходит В Нас Человек Знает Что Господь Он Все Видит Человек Прекрасно Понимает Что Господь Он Не Только Все Видит Но Господь И Все Знает Человек Прекрасно Понимает Друзья Что Господь Не Только Видит не только все знает, но человек, он прекрасно понимает, что Господь знает все наши мысли. То есть, другими словами, человек, он обнажен перед Богом, и поэтому твое хождение перед Богом. Или Господь ходит в нас, Он вселился, и Он входит в нас. Человек знает, что сердце его, оно обнажено. Бог видит мои намерения, Бог знает все, Бог знает мои мысли. И поэтому к человеку приходит этот страх Божий. Не в том дело, не тот страх, что Господь его, как грозный судья, накажет. Настанет то время. Мы недавно слышали об этом, что да, действительно, у Бога есть предел. У Бога есть предел, и мы об этом говорили в среду. Да, действительно, у Бога есть начало, но у Бога есть и предел Божьей милости. Но, когда Бог ходит в нас, друзья, мы поклоняемся Ему. Не потому, что Он есть огонь поедающий, но потому, что Он есть Тот, Который искупил меня. Который вытащил меня из этого страшного рва. Он вытащил меня из этого болота, которое потихоньку, потихоньку, оно меня всасывало. Но Господь вытащил нас. Он не просто вытащил этими грязными, простите, и вонючими, и поставил, и сказал, иди. Потому, что ты был преступником. За тебя и за меня Он отдал свою жизнь. Потому, что есть закон возмездия за грех, смерть. И поэтому человек, он достоин смерти, вечного отлучения человека от Господа. Но Господь, явив Свою любовь к человеку, посылая Сына Своего Иисуса Христа на землю, Который вытащил нас из этого болота, из этого рва, омыл нас Своей кровью святою, простил нас, и не только простил, но и оправдал нас, сказал, иди, ты теперь новый человек. Я за тебя заплатил все. Понимая эту жертву, понимая эту цену, понимая все это происходящее у человека в жизни, у него меняются ценности. Этот мир, он становится, друзья, мертвым для человека. Не в том дело, что мы вообще умерли, и мы закрыли глаза, или темные очки одели, и мы не хотим никого видеть. Нет, мы всех видим, мы все слышим, но благодарение Богу, то, что вся эта нечистота, вся эта пакость и мразь, друзья, оно не касается нашего сердца. Господь сохраняет нас от этого рода зла. Поэтому, друзья, помоги нам Господь, помоги нам Господь знать, какой ценой мы куплены. И действительно, тот человек, который знает, который знает этого, его жизнь, она будет посвящением Богу. И действительно, там уже не мое хождение будет, не мои планы и мысли будут, а там действительно все во всем. Там будет Господь. Потому что Он туда вселился, потому что я являюсь Его храмом, и моего там ничего нету. И поэтому сегодня только моя одна цель в жизни сохранить этот контакт с Господом, сохранить это святое служение, и чтобы Господь никогда, никогда не сказал, Дух Святой, забери меня отсюда, забери меня из этого храма, потому что мне там очень тесно, мне там очень плохо, мне там очень душно. Помоги нам, Господь, чтобы хождение наше перед Богом, оно было непорочным. Встанем, друзья, и помолимся нашему Господу. Светом правды всегда ты Нашу жизнь озарит, Как и Маус когда-то Рядом с нами иди, Разъясняй слова жизни, Чтоб горели сердца, По дороге к отчизне С нами будь до конца, Разъясняй слова жизни, Чтоб горели сердца, По дороге к отчизне С нами будь до конца. В тихий вечер склоняю, Я колени в тихий вечер склоняю, Протеши, И тебя призываю, О, властитель души, Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово и лень, Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово и лень, Все заботы земные Отошли далеко, И в минуты ночные Мне бывает легко, Знаю я, ты ответишь На вопросы души, Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи, Знаю я, ты ответишь На вопросы души, Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи, Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, И на земле, как на небе, Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем Должникам нашим, И не введи нас во искушенье, Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть царство, И сила, и слава, Во веки, аминь. Друзья, во время пения, Если кто-то хочет примириться с Господом, Если кто-то хочет отдать свою жизнь Господу, Пожалуйста, вы это можете сделать, Выйдя сюда наперед, Это будет вашим свидетельством. Завтра я членская молитва, Это напоминание. Не забывайте, друзья. Споем гимн номер 1189. Споем гимн номер 1189. Субтитры создавал Он сотворивший мириады сквозь, Награду получит лишь жарый гвоздь. Под шепот висит их дневной тиши, Принес Он всем спасение души. Он грешника зовет ко мне прийти, Покой найдешь ты у моей груди. Творец Он солнца, неба и луны, Творец Он человека и земли. Он сотворивший мириады сквозь, Награду получит лишь жарый гвоздь. Как часто забываем мы о том, Что Иисус зовет нас в мочий дом, Что жизнь отдал Христос лишь ради нас, Приди Он ждет тебя и в этом час. Творец Он солнца, неба и луны, Творец Он человека и земли. Он сотворивший мириады сквозь, Награду получит лишь жарый гвоздь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok